Очередное заседание исполкома прошло в немного скорректированном формате. Председатели районных исполнительных комитетов были на прямой видеосвязи с залом. Напомню, ранее представители власти на местах каждый месяц приезжали на подобное собрание лично, а это и лишние расходы на топливо и потраченное время. Тем более, что при таком экономном варианте не теряется главная информационная составляющая. На повестке дня февральского исполкома первым стоял вопрос о ходе реализации госпрограммы устойчивого развития села и подготовке к весеннеполевым работам, а также заготовке кормов и уборке урожая. Наращивание объема производства позволило хозяйствам в области увеличить выручку за 2014 год на 23,7%. Чистую прибыль в два раза ориентабельность продаж составила 7%. В то же время убытки от реализации продукции в 2019 году получили почти 25% организаций. Низкая ориентабельность от 0 до 5%, третья – это 85%. Субъектным конечным финансовым результатом за 2014 год сработали 13 сельскохозяйственных организаций или 6%. То есть основную задачу программы повышения эффективности сельскохозяйственных производства не выполнили свыше 60% хозяйств. У сложившегося положения дел есть как объективная причина, к примеру, дорогие кредитные ресурсы, непростая экономическая ситуация в странах-партнерах, так и субъективные, такие как недоработки в организации производства, несоблюдение технологий и отсутствие должной дисциплины. Исправление последних вкупе с другими задачами, которые сегодня стоят перед акропромышленным комплексом области, являются приоритетом работы на 2015 год. Главная задача на текущий момент – это в оптимальные агротехнические сроки выполнить весь комплекс весенних полевых работ. В 2015 году необходимо произвести зерна 1,590,000 тонн, сахарных – 1,980,000, рапса – 150,000 тонн, 323,9,000, картофель – 333,000, овощей – 111,000 тонн и заготовить реверных кормов – 1,620,000 тонн кормовых единиц. Большая работа области уже проведена, однако немало еще предстоит сделать. Успешная реализация запланированного зависит от многих факторов, среди которых не последнее место занимает профессионализм работников. В прямой связи с тем, насколько то или иное предприятие укомплектовано квалифицированными кадрами находится его производительность. А потому второй вопрос заседания исполкома о работе по подготовке и закреплению специалистов в народно-хозяйственном комплексе Брещенок не менее важен и актуален. Спрогнозировать в специалистах какого профиля будет необходимость и грамотно распределить уже имеющиеся трудовые ресурсы важны не только для сельскохозяйственных организаций, но и для предприятий иных сфер и отраслей экономики.